Как формируется продовольственный запас республики, сегодня проверил временно исполняющий обязанности главы Чувашия. Наша съемочная группа сопровождала в этой поездке Олега Николаева. Теперь охрана этого завода следит не только за порядком. Каждый, кто проходит через турникеты, обязан протереть руки антисептикам. Профилактика превыше всего. Правила, которые должны соблюдать все. Визит на предприятие инспекционный. В последние дни социальные сети заполонили фото с пустующими полками в магазинах. Расчет на доверчивых покупателей, которые опасаются повышения цены дефицита продуктов. Временно исполняющий обязанности главы региона призывает не паниковать. Розничные сети находятся на постоянном контроле правительства. Олег Николаев отметил, что оснований для ажиотажного спроса нет. Объемы поставок в торговые точки не сократились. Кто-то, скажем, не очень добросовестный игрок подогревает вот это, скажем, паническое настроение. Со стороны юридических лиц, производителей и макаронных изделий, и хлебополучных изделий, спрос сохраняется на прежнем уровне. Ситуация в целом стабильная. Мы смотрим, что на самом деле запасы у нас достаточные. Через увеличение выпуска, через организацию работы в две смены, а если нужно даже готово и в три смены организовать выпуск крупы, то мы обеспечиваем необходимые объемы поставок в розничную сеть. Только в Закарамах чуваш хлебопродукта запасов зерна порядка 30 тысяч тонн. Даже в случае увеличения спроса предприятие сможет обеспечивать республику на протяжении двух месяцев пшеничной мукой, ржаной полгода. Среди постоянных заказчиков в заводах хлебопеки и кондитеры. Цены мы не повышали. У нас произошло плановое снижение стоимости муки 500 рублей на тонну. В связи с тем, что немножко подешевело сырье. Боксарский элеватор перерабатывает ежедневно 500 тонн зерна и вырабатываем порядка чуть больше 400 тонн готовой продукции. Готовая продукция заключается в том, что это мука шести сортов. Также вырабатываем манную крупу, пшеничную крупу, ячневую крупу, перловую. Ну и еще зародышевые хлопья, отруби. Это уже для кормовых целей. Сейчас крупы товар ходовой. Если понадобится, то производители продукции готовы отреагировать на повышенный спрос и перейти на двухсменный режим работы. Главная задача для регионального минсельхоза – не допустить дефицита в торговых сетях. Мы формируем совместно с федеральными сетями реестр продуктов питания, которые необходимы сетям. Если этот товар им понадобится, начнут покупать без процедуры закупок, которую они обычно проводят, то есть прямыми договорами. Нарастить поставки в торговые сети готовы не только мукомолы. Чувашия обеспечена с лихвой овощами, молоком и картофелем. В правительстве призывают доверять только официальным источникам информации. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.